уважаемые друзья добрый день всем мира и добра как всегда желаю ну что ж продолжаю соответственно как я вам сказал последние мои такие путешествия по краснодарскому краю сейчас у меня действительно хотя я там тоже часто бывал в кабардинке вот но практически я никаких репортажей не делал сделаю небольшой репортаж чисто пройдусь по пляжу сейчас все равно как бы зимнее время то есть там никто не купается но просто хотя бы чтобы показать как чего именно в кабардинке но чтобы имели какое представление кто еще там не было ли кто туда планирует соответственно поехать вперед уважаемые друзьям ну что я вам скажу как всегда красоты краснодарского края это горы сейчас соответственно путь идет через новороссийск вот и дальше на подъем вот такая вот красота идет дождичек на улице 5 градусов сейчас конец января держу путь на кабардинку чтобы показать вам как чего как то так продолжаем движение друзья посмотрите как красиво ложатся облака вот вы видите вот горах пожалуйста посмотрите вот как красиво они ложатся на горы просто красота люблю горы я никогда от вас это не скрывал горы это моя большая слабость я действительно очень люблю продолжаем движение уважаемые друзья не знаю увидите нет вот посмотрите какая красота вон горы вон облака прям внизу находится вот сейчас вот здесь надеюсь будет видно вот посмотрите через 500 это новороссийские проезжая новороссийск новороссийские у меня вы какие репортажи были вы их видели кто подписан на мою группу вот так вот красиво ну соответственно про новороссийск ну что сказать парковый город то что я вам показывал да и места интересные в плане пляжа отдыха и так далее в принципе есть где отдохнуть поверните направо ну и такая вот тоже красота красивые горы как видите вот пожалуйста вот вот так вот красиво ну что ж едем дальше дорогие друзья все кто будет проезжать мимо новороссийска в сторону геленджика либо кабардинки не забудьте что есть такие вот классные места где можно отъехать они ну тут закрыто соответственно он видите да ну можно так вот подъехать сфотографироваться вот на фоне новороссийска быть новороссийск очень все красиво интересно сегодня как всегда со мной мой сын тоже фотографирует вот сейчас вот такая вот вода которую как вы видите сейчас вот такая красота да очень красиво очень прям завораживающе еще солнышко сегодня и отличный воздух прямо идеально ну что ж сейчас поедем дальше до кабардинки осталось чуть-чуть она вон там вот и покажу вам кабардинку уважаемые друзья ну чтобы я приехал кабардинку сейчас вам покажу показ машины как здесь чё ну это зимнее время соответственно сами понимаете что отдыхающих отдыхающие здесь есть почему нет есть но и мини минимум в это время здесь я не знаю солнце не отсвечивает или нет но тут все забито тут места 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 вот сейчас да попросил сына специально чтобы вам показывал нет вместо да вот сейчас вот мы говоря уже приезжаем кабардинку вот кабардинка черноморская здравница какая-то вот здесь есть видите машины стоят значит отдыхающие есть то есть значит получается отдыхает но свойственно принципе я когда жил бы это много раз замечал я тебя люблю кабардинку проезжаем проехали вот где можно сфотографироваться кстати скажу вам честно друзья что за все время своей жизни я вам скажу это единственное место которое мне нравилось ему ну помину по месту отдыха кабардинка это действительно какая-то такое мания мания отдыха так что ли скажу где я не был бы мне кабардинка всегда бы нравилось побольше всего в плане отдыха ну вот почему не знаю но однако это факт сейчас мы с вами едем в сторону пляжа пока как бы есть кабардинку идет такой вы соответственно кто въезжает со стороны новороссийска вот здесь как бы во многих уже увидите что сдают места либо еще что то здесь с этим проблем нет либо вот пожалуйста бюро размещение вот здесь вот такие вот буточки они кстати по всему по всем пляжам стоят не только здесь они везде куда вы не поедете вот можете обратиться альбатрос детский оздоровительный центр если кто будет проезжать то есть здесь находится так что-то дальше токсик нам даже не знаю что это такое но тоже на какой-то санаторий отдыха вот пожалуйста сранится так едем дальше это вот ну здесь вот для этих отдыхающих отсюда есть выезд вы выход на пляж вот но мы едем с вами к основному пляжу центральному где мы в основном как всегда ходили отдыхали купались и так далее когда я здесь жил азимут азимут стать очень хорошее ну здравница мы здесь отдыхали свое время было дело прошу прощения за гаррика по вот он мне просто говорит что я приехал кабардинку так сейчас я выключу навигацию так ну вот пожалуйста это как бы основа выхода пляжу сейчас мы будем поворачивать здесь соответственно полно отдыхающих летом я не помню когда я ехал вроде геленджик я кому-то показывал одну воду снимал вот сейчас мы спускаемся вниз я где-то поставлю машину но здесь соответственно столовые шашлычные все это работает только большинство работают только летом есть некоторые столовые которые работают сейчас некоторые повторюсь столовые так какой-то стадион здесь с этой стороны вот спорт стадион здесь где-то сейчас будет старый парк уход старый парк то ли старый парк то ли что такое мы не помню вот здесь вот обычно люди вот все не спускаются вот сюда вот да здесь вот и идут все к пляжу это вот такая вот аллея здесь отдыхающих ну кто вот отдыхает там наверху они спускаются а вот вот старый парк пожалуйста старый парк здесь очень кстати красиво то есть не было взять посетите к сожалению наверное я не смогу попасть кажется он закрытый вопрос в это время вот так бы с удовольствием прошелся бы показал бы но летом основном аквапарк находится вот здесь вот вот он он такой маленький но для детей принципе ну и для взрослых такой какие горки есть можно как бы покататься так я скажу вот и вот сейчас я постараюсь где-то стать на стояночке посмотреть место и поснимать вам так уважаемые друзья ну что ж кабардинка продолжается ну что-то делается что-то меняется вот вот так вот выглядит это все зимой с ответа дельфинари кстати тоже здесь находится недалеко от такого парка вот ну давайте сейчас немножко пройдемся мы где-то спустимся море смотрите там соответственно просто когда вы когда лето здесь мы просто типа магазинчики вот и здесь вот для отдыхающих вот аллея идет соответственно кто где отдыхает не знаю кому кому как может понравиться кабардинка здесь на любителя ну я вам скажу что здесь мне по отдыху вообще просто всегда нравилось кстати очень вкусно очень вкусно во многих кафе здесь готовят действительно вот это кафе переделанное но в том году допустим я скажу честно здесь очень вкусный супчик я ел он кто-то он ведь он из-за молодежи местной катается на качельках тоже неплохо а кто-то купается смотрите кто-то купается то есть В принципе, как бы, видите, есть такие желающие, кто может искупаться. Мой сынок не хочет искупаться, случайно? Смотри, вы как-то покажете. Ну, смотри, а то, видишь, как бы люди купаются, оказывается. Идем посмотрим на пляжик. Так, ну, друзья, давайте спущусь немножко вот сюда, здесь, к морю. Покажу вам, как тут чего. Ну, море сегодня волнуется немножко, видите. С волнами, сегодня волны, волн полно. А это вода, которая, видать, сюда приходит сам мылом. Потому что в такой период бывает, что воды очень много. Ну, как видите, сейчас пока не время для ремонта. Оно придет, соответственно, видите, немножко подразмыло. Вон, видите, здесь вода. Вот. Ну, вот здесь вот, я думаю, остановимся. Потому что я, как бы, не готов сегодня плавать. Вот, ну, как-то вот так вот. Видите, вот такое волнение сегодня идет. Так, ну, уважаемые друзья, вот, как бы, вот так вот, кто не знает, выглядит это все в ядваре. В конце ядваря, правда говоря. Ну, как я вам показал, он мужичек-моржик. Он, как бы, искупался, ничего, нормально все. А сын мой хочет испытать воду. Давайте посмотрим, получится у него, да, или нет. Самое главное, чтобы не искупался полностью. Сейчас, подождите, давайте посмотрим. Скажется, как водичка хотя бы. Так. Что, не получилось? Дань, давай, мы тебя все ждем. Так. Ну, как? Нормально? Видите, как? Тут ветрено бы, поэтому, конечно, в это время даже, скажу, вроде как на улице плюс 6. Но, однако, все равно, витерочек такой не очень хороший. Вот. Ну, что, давайте пройдемся дальше, мы немножко по побережью. Вот, покажу вам, как, чего тут. Ну, чтобы вы имели предположение, делали выводы свои. Так, друзья, немножко запыханный. Побегу за водичкой от водички. Вот, видите, весь обмочился. Но, кто знает, кто нет, немножко есть проблемки со здоровьем. Поэтому для меня мелкая такая беготня немножко тяжела. Но не будем по плохому. Театр Старого парка. Это все, что летом работает здесь. Не забудьте, кто здесь будет отдыхать. Вот, сейчас Чехана. Она, кстати, очень хорошая тоже здесь и отдых, атмосфера хорошая. Вот, и само место. Здесь, честное слово, не буду обманывать, не отдыхал. Столовая 88 тоже не отдыхал. Не знаю. Вот. Так. Ну, видите, что-то делают, что-то меняют. Идет подготовка к лету. Это обязательно. Так. Ну, кто знает, кто нет, вот эти вот скульптурки. Это для фотографирования вас, того, что вы, как бы, ну, как сказать. О, какой красавчик. Рыжик. Привет. Рыжик. Красивый мальчик. Ладно. Рыжик. Так. Ну, вот такие фигурки. Для фотографирования. Ну, как память, что вы здесь были, как турист. Либо, может, кто-то захочет переехать вообще сюда. Ну, все зависит от вашего желания. Вот. Зеркальный лабиринт работает летом. Крокодички. Друзья, честно говорю, много раз был, много раз был. Ночной клуб Омега ни разу не заходил. Вот. Кто знает, кто был, напишите. Как вам вообще. Ну, я так думаю, что в каждом заведении, где я был, очень интересно все красиво, симпатично, в плане музыки. Вот. Надеюсь, что, наверное, здесь так же. Так. Колесико. Не забудьте прокатиться обязательно. Я на нем катался. Вот. Когда у меня дочка была маленькой. А так, кафе прохлада. Очень красиво это вот место летом. Фонтанчики работают вот здесь вот. Вот. Можете тут с детьми пофотографироваться, кто приедет. Это центральный пляж. Сейчас мы на него пройдемся. Там дальше кафешка. Там очень вкусно делают. Это, кажется, оно, кстати, и есть вот внизу. Сейчас посмотрим. Центральный пляж. Ну, вот как-то так. Ну, как видите, даже сейчас, конец января, уже идет подготовка. Подготовка к сезону. Купания в сторону запрещены. Вот такая вот красота. Здесь дельфинчики очень часто подплывают на центральном пляже. Вот. Причем они не стесняются. Ну, друзья, как-то вот так, такая красота. Не знаю, стоит ли вам показывать. Ну, вот это кафе очень хорошее. Я здесь тоже кушал. Вот. Не забудьте про путешествия, про горы, кто здесь будет. Соответственно, тоже вам будет интересно. Там машины поднимаются. Вот где вот видите облака. Вот здесь вот наверх они поднимаются. Очень тоже интересное путешествие. Соответственно, катамараны здесь летом. Можно будет проехаться на катамаранах. Камаранах тоже очень интересно. Друзья, ну, не знаю даже, что вам просто показать. Я вам просто решил показать мотоцентральный пляж Кабардинки. То есть, как выглядит, как чего. Для отдыха это место просто идеальное. Серьезное. Очень действительно идеальное место для отдыха. Я, конечно, вам советую здесь тоже, кто не был, отдохнуть. Вам здесь очень понравится. Здесь интересные места есть. Есть где прогуляться. Вот. Соответственно, кто не знает, там в конце, чуть-чуть дальше, если вы едете на машине, ну, где-то вот, как я вот пальцем показываю, где-то вот здесь вот. Можно спуститься. Там нормальный спуск, место. И можно спокойненько просто покупаться. Вот. И тихо. Кто любит тишину. Я имею в виду. Вот. Потому что здесь летом, соответственно, кто знает, кто видел, ну, все забито. Весь центральный пляж забитый полностью. Друзья, это вот мы когда с вами приезжали, он говорил, что Олег, когда люди, ну, кто там снимает, оттуда сверху, идет сюда, к морю, соответственно, отдыхать на центральный пляж. Ну, вот он, центральный пляж. Вот. Идет сюда отдыхать. Здесь такая, честно скажу, что летом очень интересная атмосфера для воздуха. Ну, фонтаны, соответственно, все, да, не работают. Даже дети у нас строят. Там, вон, где, не знаю, видно или нет, вон там дальше написано, где суши. Действительно, очень вкусные суши. Вот. Мы в свое время женой здесь покупали, не пожалели. Столовые, ну, соответственно, столовые закрыты. А что вообще, почем было? Или есть? Давайте посмотрим, что было в том году. Это цены того... Как-то так. Вот такие цены были, наверное, тем годом. Ну, как-то вот так вот. Ну, думаю, не знаю, есть ли смысл полностью показывать. Ну, как-то вот так вот. Там светофор, соответственно. Ну, и как я вам сказал, где мы с вами на машине приезжали. Выход к пляжу. Друзья, это январь месяц 2024 года. Так, друзья. Ну, что ж. Там я попрощался, конечно. Вот. Но здесь я хочу, соответственно, показать вам, как вот, ну, в плане дороги, вот то, что я вам говорил. То есть это вот выезд из Кабардинки в эту сторону идет. В сторону Геленджика. А, подождите. В сторону Геленджика мы немножко не в ту сторону едем. Ну, сейчас давайте я вам покажу. Хотя бы здесь уже мы проедемся. Вот. Кстати, кто не знает, эта дорога идет на корабль Рио. Я не делал репортажи никаких. Вроде бы вам не показывал. Ну, я там был. Действительно. Кто пойдет, сразу говорю, тяжелый спуск, тяжелый подъем. Ой, то есть легкий спуск, тяжелый подъем. Чтобы вы знали. Вот. Потому что я вот лично как-то прогулялся и было неприкольно. Подниматься особенно. Ну, как видите, здесь с одной стороны, с другой стороны санаторий. Здесь есть кемпинги, вот, где можно отдохнуть. Вот. Вот этот вот въезд, вот, посмотрите, вот этот въезд, вот, о котором я вам говорил. Вот здесь вот вы, соответственно, можете спуститься и спокойно, кто любит, ну, легкий такой отдых без всех, вот, ну, отдохнуть. Так, сейчас, друзья, будем разворачиваться и ехать в обратную сторону. Я немножко вам покажу город. Так, сейчас, минуточку. Здесь развернемся. Так. Так. Ну, туда, куда мы ехали, там поры и корабль Рио, соответственно. Вот, так. Навигация на побережье чуть-чуть глючит, поэтому будьте готовы. Так. Ну, вот мы возвращаемся, грубо говоря, в обратную сторону. Кто не знает, как выезжать отсюда, в сторону Геленджика, сейчас я покажу, кто здесь будет, соответственно, чтобы вы знали. Ну, кто здесь живет, тот знает. Кто у меня есть подписчиков, кто не живет, соответственно, не знает. Так, кстати, насчет вот парка, сейчас я вам там дальше покажу. Сейчас мы не посмотрим. А, здесь вот Динопарк, вот, попрошу моего сына показать. Вот, Динопарк. Вот. И сейчас вот там дальше будет светофор. Это вот та самая аллея, где мы немножко прогулялись с вами, там, где магазины. Нет, нет, не здесь, а вот там дальше чуть-чуть. Сейчас вот проедем. Так, сейчас, минуточку. Не забудьте про старый парк обязательно зайти. Это вот он. С этой стороны, да, вот старый парк и сюда. Ну, здесь и больница, кстати, рядом. Там, если, тву-тву, конечно, что-то случится, но лучше не надо. Вот, это вот больница здесь. Так, а вот, где светофор вот этот вот, вам я сейчас покажу. Вот здесь вот. Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вот это та самая аллея, когда мы ехали сюда, и вот где мы сейчас вот немножко прогулялись. И это, соответственно, вот, ну, тоже, как бы, центр считается. Ну, может так сказать, не знаю, как сказать, Туапсе, что ли, может сказать, центр. Ой, извините, Туапсе. Мне сын поправил. Извините, Кабардинки, Кабардинки по Туапсе поговорю. Не знаю, почему я вдруг вспомнил про него. Вот, ну, буду проезжать, наверное, последние дни находиться здесь, в Краснодарском крае. Вот, обязательно заеду в кое-какие места, которые для меня представляют очень ценную память. Вот, а, так скажу честно, о моих родителях. Вот, как-то так. Ну, здесь, не знаю, кто был или нет. Вот здесь вот рыночек есть. Вот, посмотрите, вот здесь вот рынок. Вот он. Вот он, вот он, вот он, да. И здесь автобусная остановка. Здесь такси в разные стороны, кто куда бы он хочет ехать. Вот это очень хорошее столовое. Вот это вот, летом форель, вот это вот очень хорошее столовое мы проехали с вами. Действительно, очень, очень, очень вкусно готовят, особенно с борщей. Я очень люблю борщи, соответственно, мы вот, ну, говорю, как есть. Я снимал вон там, вон там, повыше, сцент, поверни, вот сюда камеру. Там вот дорога вот была, но там повыше, я всегда снимаю там, постоять, когда я приезжаю именно в эту сторону. Именно, именно в Кабардинку. Вот сама дорога, это выходит на Геленджик дальше. Ну и дальше, Дневноморска и так далее, кто по побережью, кто куда едет, либо поедет. Ну, свойственно, друзья, то есть сейчас вот мы уже подъезжаем как бы к выезду из самой Кабардинки. Пятерочка, ну, тут тоже сдаются, ну, как бы места, здесь тоже очень много народа ходит. Ну, вот по этой дороге, там, где вот приезжали, сейчас надо было идти направо. Вот, и вниз до побережки. Так, велосипедисты здесь занимаются. Просто, почему я решил с машины сделать обзор, потому что я не вижу смысла хождения между домов. Ну, просто даже не знаю, что показать, потому что это как курортный город. Ну, кроме кафешек и ресторанов, где я мог быть, ну, и, соответственно, мест, где я вам показывал, то есть, где можно отдохнуть и одному. То есть, и одним там в семье, допустим, приехать, там шашлычки пожарить, туда-сюда, ну, вот. Ну, и как-то так, ну, просто, ну, не знаю даже, ну, что еще сказать. Вот, и вот эта вот дорога, вот сейчас вот, ну, вот уже, это вот и есть выезд в сторону Геленджика. Обычно, если вы, если вы едете на автобусах в аквапарк, ну, кто-то вас везет или на маршрутках в аквапарк Геленджика, то есть, вы проедете как раз-таки отсюда. Вот, и вот как раз-таки вот на этом Кабардинка сама заканчивается. И, соответственно, съезд на, сами видите, на Джугу, и кто едет, там, на Сочи может поехать и так далее. Ну, посмотрите на вот эти красоты гор сейчас, в данное время. Вот, сейчас. Так, навигация немножко сбивается, надеюсь, что я вас подзабыл немножко, ну, да, вроде выехал правильно. Так, ну, вот, как бы, вот так вот, друзья, вот такие вот красивые горы. Вот, дальше я добавлю видео, которое я уже снял на побережке, попрощавшись с вами, вот, до следующего видео. Вот, ну, и вот эта дорога, сейчас вот вы увидите, она одержится путь на Геленджик, пожалуйста, 6 километров. Вот, ну, и дальше. Так что, друзья, на этом, соответственно, я хочу вместе закончить, вот, подписывайтесь на каналчик. Надеюсь, что еще кое-какие видео будут с Краснодарского края, надеюсь, вот. Всем пока-пока.